Всем привет! Как вы будете узнать информацию о вашем компьютере? Ну, в частности, какой процессор, какая там мощность, сколько там памяти и т.д. Но это сделать можно несколькими способами. Но в первую очередь давайте в терминале, конечно же, как это сделать в терминале. Ну, первое. Есть такая программа HardInfo. У меня ее нету. Вот я написал ее нету. Мне сразу же идет рекомендация ее установить. Я ее сейчас установлю и посмотрим. Вот она у меня устанавливается. И сейчас выведем всю информацию на экран. Смотрите-ка, HardInfo. И что у нас? Вот из терминала мы запустили нетерминальную программу, в которой мы можем полностью и подробно посмотреть по нашему компьютеру. Более того, можно провести какие-то тесты. И вот, как видите, мой компьютер выигрывает или нет? Где мой компьютер? Что-то я не понимаю, где он. Где он? Давайте вот это. Сделаем вот этот тест. И, 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 и. И, короче, не понял. Ну, нет времени разбираться. Я думаю, вы разберетесь. Дальше. Второй способ. Второй способ. Есть такая программка. Давайте я очищу кран. Есть такая программка, которая называется LSHV. Здесь мы точно так же можем увидеть всю информацию. Но в терминале это не очень удобно. Значит, можно, было бы хорошо, если бы это было, ну, например, в виде HTML-странички. Давайте LSHV help наберем. Мы видим help. Теперь смотрите. Что это означает? Это означает, что мы видим справку. И в справке мы видим, что мы можем что-то, ну, всю эту информацию получить в виде HTML-страницы. Как это сделать? Мы пишем нашу программу. Дальше передаем ей такой флаг. HTML. Дальше мы указываем. То есть, вот это в Linux в терминале указывает, что всю информацию нужно выводить куда-то. А куда нужно выводить? А вот сейчас мы напишем имя нашего файла. LSHV.html. Нажали. Есть. Теперь, так как я находился в этой папочке, в этой папочке, в TMP я находился. Или нет? Или нет? А ну-ка. Нет. Я находился в корме. Нет. Сейчас перейду в TMP. И выполню еще раз эту команду. Есть. Вот был создан HTML-файл. Запустив его, мы можем увидеть всю информацию по нашему компьютеру. А в данном случае, в данном случае, сколько памяти оперативной, информацию о процессорах, вот, и так далее, и тому подобное. По видеокарте, по видеокарте, и так дальше. А вот, что, что можно еще узнать? Можно еще узнать информацию о процессоре. Как это сделать? Ну, это, для этого есть такая программка. Сейчас я очищу экран. Есть такая программка LS-CPU. Эта программка нам выдаст на экран всю информацию по нашему непосредственно процессору. То есть, режимы, дальше количество ядер, дальше там, family, название, максимальная, минимальная частота, размеры кэшей, и то, что он поддерживает. Вот, более подробную информацию можно, конечно же, сделать, ну, получить вот так вот. Cat, это просмотреть содержимое чего-то. Ну, в данном случае, вот, пишем catproc. И cpu.info. И здесь более подробная информация. Как вы видите, здесь по более всего. Здесь, по-моему, здесь, по-моему, по каждому ядру информация. То есть, по каждому ядру, номер ядра, и что он умеет, и все, все, все о нем. Давайте это все выведем в какой-то инфо-файлик. Вот, вот так вот. Сейчас перейдем в TMP, где наш TMP, инфо, и откроем текстовый редактор. Здесь поудобнее. Здесь можно разбить. И теперь, смотрите, вся информация по каждому ядру. То есть, да, она может отличаться. То есть, какие-то ядра могут делать чуть-чуть больше, чем другие. Ну, в основном, это на мобильных устройствах. Там, на телефонах, какие-то ядра могут быть ядренными, а какие-то ядра могут быть не особо ядренными. Ну, в принципе, все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.